Доброе утро! 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 Если говорят об этом эксперты и специалисты, я готов с ними садиться и говорить. Если говорят это типа политические проекты, которые называют себя оппозиционными, я не готов с ними говорить, потому что они не понимают о чем идет речь. А для того, чтобы понимать необходимо... У нас не задача... Смотрите, давайте я объясню тогда. Какова привода к перевыполнению бюджета? Вот смотрите. Первое. Что мы получили? Мы получили местный налог в виде акцизного податка. Налога. В 5% от стоимости розничной торговли. Ранее этого налога не было. Привожу пример. Опять-таки. Город Николаев. 129%. 93 миллиона гривен. Это дополнительный налог, который дал в бюджет городского совещания. Перезнеговацкий район. 193%. Говорю в цифрах. Планировали 375 тысяч, получили 726 тысяч. Это все в копилку бюджета развития. Соответственно, с этих средств могут строить дороги, что в принципе и делали в городе Николаеве. И если вы помните, город Николаев пошел на то, что ремонтировал государственные дороги. И достаточно большое количество. Жертвневый район. 301%. Они даже не знали, что получат столько. По причине того, что это новый налог. Привожу пример следующего местного налога. Аренды за землю. Это тоже местный налог, который еще и регулируется местными советами. И на самом деле я выйду в публичную критику по поводу регулирования налога на землю. Потому что банки, которые зарабатывают в нашем регионе, а у них аренда за землю минимальная. Потому что артозаправочные станции, которые зарабатывают достаточную прибыль, а у них арендная плата за землю минимальная. Но малый и средний бизнес, который сегодня, к сожалению, не получает тех привилей, которые должны получать, у них максимальные арендные ставки. Это и на кафе, это и на гостиницы, это и на торговые точки. Поэтому здесь необходимо говорить, информировать и доносить до наших депутатов. Буквально, как только придут новые советы, пройдут установочные сессии, я дам свои рекомендации по данному налогу. Так вот, вы говорите, откуда и что это все популизм. Нет, это не популизм, это реально живые деньги, которые сегодня используют для нужд города и области. Город Николаев, аренда за землю, плюс 28%. Это официальные данные МОФИН Управления. Мы можем сверить это с налоговой нашей инспекцией, которая даст такие же данные. Только я вам хочу сказать, что у нас и в государственный бюджет увеличены налоги по сбору. Я вам приведу примеры. 130%, 136% есть и падение за счет экспорта, за счет импорта. Но это отдельный разговор. Так вот, что касается земли, город Николаев. Привожу пример вам. Вознесенский район, плюс 43%. Извините, но 3 миллиона плюс для Вознесенского района. Планировали 6 миллионов, получили 10 миллионов. Есть результат. Я еще раз повторяю, что над этим налогом необходимо дорабатывать. И специалисты должны разрабатывать, вносить предложения на сессии, а депутаты должны принимать. Я вам могу практически по каждому налогу привести пример. Мало того, смотрите, есть сборы, есть местные сборы, которые опять-таки не контролируются со стороны местных советов по разным причинам. Я буквально на прошлой неделе проводил совещание в городе Очакове и Очаковском районе. И приводил пример исполняющему обязанности мэру города, главе районной администрации, что туристический сбор по итогам 9 месяцев в сумме 8 тысяч гривен – это просто издевательство над громадой. Не может такого быть, потому что это как минимум 10% от той суммы, которая должна поступать в бюджет города и в бюджет района. Поэтому, поверьте, что над этим мы работаем и достаточно четко мы проводим большое количество совещаний, совместных совещаний с представителями местных органов власти. Мы проводим совещания с представителями налоговой для того, чтобы понять, где сегодня идет сокрытие, где сегодня необходимо нам дорабатывать, какие меры принимать. Я вам привел пример по налогу на землю, и это тоже регулируемые. Цифры иллюстративные. И вопрос, собственно, стоял в том, ведется ли работа над бюджетом 2016 года. Совершенно верно. Работа ведется, и уже создана группа при обл. администрации. Конечно же, в первую очередь это финансовое управление. Мы сейчас дожидаемся еще разъяснения с кабинета министров дополнительных. Бюджет будет достаточно сложный, хотя мы ожидаем, что бюджет развития нашей области будет как минимум в два раза больше. В этом году мы впервые, впервые получили 60 миллионов гривен фонд регионального развития. Это наши деньги, которые заработаны и которые уже потрачены на нужды нашей области. Я приведу пример 12 миллионов гривен, которые были выделены на дороге, на содержание дорог Николаевской области, хотя ранее этого не делалось. Я приведу пример, сколько сегодня отремонтировано детских садов, больниц, сколько поменяно окон, которые просто необходимы для того, чтобы привести в порядок те наши структурные учреждения областной администрации и области. В этом году мы планируем бюджет развития регионального около 120 миллионов гривен за счет опять-таки децентрализации и технологов, о которых я с вами говорил. Единственное, что сразу хочу сказать, мы будем и оптимизировать. Я думаю, коснется и сокращение аппарата обл. администрации. Коснется оптимизации медицинских учреждений. Малокомплектных школ. Малокомплектных школ, совершенно верно. Это вопрос достаточно политизирован. И готовы к этому? Мы готовы, потому что вот это как раз и есть реформы, о которых мы неоднократно заявляли, и мы не останавливаемся. Я это очень часто говорю, потому что это очень сложно, а тем более в стране, когда политическая ситуация достаточно наколена. Когда идет война на востоке Украины, агрессия со стороны Российской Федерации, экономическая блокада Украины. Но мы в то же время не боимся политических каких-либо заявлений политиков-популистов. Мы не боимся потери рейтингов политических, потому что если мы этого не сделаем, то страна будет находиться еще в таком периоде долгие годы. Полицейская реформа. 19 декабря в Николаеве будут презентованы уже новые сотрудники полиции, патрульно-постовой службы. Реформа децентрализации экономическая, реформа административная, которая также была спроектирована и отработана при непосредственном участии обл. администрации, областного совета. Это тоже очень важная, это как раз и есть тоже оптимизация. Потому что я очень часто приводил пример на встречах в районах с главами сельских советов. Когда говорю, извините, у вас налоги-сборы по прошлому году составляют в сумме 220-250 тысяч гривен, а на содержание сельского совета у вас уходит 190-210 тысяч гривен. Как вы сможете развиваться? За счет чего? Поэтому у вас дорог нет, поэтому у вас освещения нет, поэтому вы не можете отремонтировать детский сад. И привыкли все время просить у области, область у Киева и говорить о том, что помогите, дайте, дайте. Нет, это неправильно. Мы должны зарабатывать. И я неоднократно всегда сейчас говорю на встречах со служащими, что я для себя понимаю, что институт губернаторов и глав районных администраций исчерпан. Все. Мы должны забывать об этом институте. Должны создаваться новые правила, а это исполкомы районных советов, областных советов. И это будет правильно. Советы будут принимать, у них будет полномочия. Мы сегодня отдаем власть на места. Президент первый, кто сегодня заявил о том, что, пожалуйста, получайте экономическую, получайте административную децентрализацию и управляйте теми территориями, на которых вы проживаете. Это и есть свобода, и это и есть как раз вопрос работы громады и депутатов. И, соответственно, право уже определять, исполкому необходим, я не знаю, там, зам по гуманитарному направлению, управление по туризму, либо управление транспортом. Вот. Или нет. Не надо спускать нам сверху то, что, может быть, к нашей области или к нашему району неприемлемо. Вот это будет децентрализация административная, и для этого мы все делаем. На самом деле, многое было разработано еще до 2014 года. Но, к большому сожалению, те политиканы, которые убежали с нашей страны и предали народ, они не воплощали. По причине того, что я вам уже сказал, боялись потери политических рейтингов, выборы за выборами, мы сегодня этого не боимся. Мы сегодня это делаем, независимо от того, что проходят выборы местные, Верховную Раду. Мы прошли достойно выборы в президенты и выбрали президента Украины. И будем реализовывать те проекты европейские, на которые мы настроены и о которых заявили. И я вам хочу сказать, за евроинтеграцию в свое время неоднократно проголосовало конституционное большинство в парламенте. Поэтому сворачивать ни в коем случае нельзя. Потому что, если уже встали на рельсы, необходимо идти. Хорошо. Идти нужно по дороге. Вы выше упомянули Очаков, где, с вашей точки зрения, слабо собирался туристический сбор. Я в этом году был несколько раз в Очакове. Туда дороги не было. Я прошу прощения. И как вот мое личное впечатление, может быть я ошибаюсь, то поправьте меня. Но мне кажется, за всю непосредственно украинскую независимость, это был первый год, когда на Очаков дорогу просто не привели хоть в какое-то состояние. О каком туристическом наполнении непосредственно Очакова, бюджета Очакова, мы можем говорить в этой ситуации. Скажу вам, что да, действительно, с дорогами у нас проблема. Но проблема не 2015 года. Проблема достаточно давно. Всю нашу независимость. Что касается Очаковской дороги, выполнены небольшие ремонтные работы, благодаря поддержке народного депутата Козыря, благодаря финансовой поддержке из бюджета района. Но в целом, опять-таки, я говорю, что крайне важна и дорожная реформа, о которой тоже так много говорят. И сегодня над дорожной реформой работают. Потому что наши дороги построены в 80-х годах. И постоянные ремонты, которые происходят в Украине, но они некачественные и неэффективные. Нам необходимы новые дороги, строительство новых дорог. И вот один из важнейших проектов, который мы в том числе реализовываем, как обл. администрации, доказывали эффективность строительства дороги по Николаевской и Херсонской области. Потому что ранее этот проект уходил на Днепропетровск. Это Львов-Херсон. Кировоград, Николаев, Херсон. Это наш участок. Это глобальный проект для Украины, который будет финансироваться с Мирового банка. Долгосрочный кредит под минимальные проценты, под гарантии правительства Украины. Государственные гарантии. По новым технологиям, что говорится о бетонной дороге, армированной дороге. А когда это может начаться хотя бы с ним? Финансирование проекта уже начато в ноябре месяце. То есть подписаны все соглашения, договора. И по предварительной оценке это 16-й год, апрель-май месяц. Вот над этим необходимо думать. Что происходит сейчас? Мы выделяем дополнительные средства с областного бюджета, с государственного бюджета. И опять уходим в ямочный ремонт, который неэффективен. Который, к большому сожалению, выполняется очень плохо. И пример тому вчера на улице Садовой. Одесская фирма Дорлидер, которая выполнила на самом деле достаточно большой объем в городе Николай. Совершенно верно. Выполняют в дождь дороги. Как говорится, ничего плохого сказать не хочу. Нет, я уже направил обращение. Я могу допустить, что качество и в других местах положенного имени асфорта может вызывать вопросы. Поверьте, что вот это и есть проблема. Поэтому над дорогами необходимо работать, необходим налог для того, чтобы формировать дорожный фонд областного значения, государственного значения. Но нам необходимо еще и научиться сохранять дороги, что немаловажно. Потому что сколько бы мы не строили дорог, а когда будут нарушаться рамки допустимого в прохождении габаритов транспорта, тогда эти дороги будут разрушаться. Второе, нам надо разгрузить дороги, а это воздух, а это вода. И это тоже очень важно, потому что ранее никто этим не занимался. И у нас есть железная дорога, чем мы сейчас уже занимаемся. Потому что проект, который был сформирован, но, ну так начат, я бы не сказал, что он даже был и начат. Это Долинская Николаев, вот он дальше сейчас реализуется. И я надеюсь, что в 2016 году мы его реализуем. Поэтому проблем на самом деле в Николаевской области, в Украине очень много. Просто если не заниматься решением данных вопросов, значит, тогда мы остановимся вообще. Сегодня все вопросы, которые были проблемные по инфраструктуре, по медицине, образованию, мы сегодня их подняли. Об этом заявляем и не боимся. Мы активно работаем с кабинетом министров, с нашими депутатами, для того, чтобы реализовывать те проекты, которые были не завершены. Я вам приведу пример еще по бюджету. Вы вот говорили о бюджете, о формировании 2016 года бюджета. Так вот, в этом году мы с областного бюджета погасили долги 2012 года. Прекрасного правительства в кавычках. Долги 2012 года. Государственные долги. Следующий год будет гораздо эффективнее и лучше в финансовом плане. Потому что я вам привел пример увеличения фонда развития нашей области. Плюс, с государственного фонда развития мы получим также в два раза больше, и это около 120 миллионов гривен. Это средства, которые пойдут на реализацию инфраструктурных объектов в той же туристической зоне. Очаков, Очаковский район, Березанский район. Самое главное, это проекты, чтобы местные громады смогли успеть реализовать и спроектировать, что они хотят отремонтировать, построить, улучшить. Причем это все публично, и мы открыты. Есть конкурс, проведение конкурса. У меня, допустим, в приоритете стоит это закончить финансирование и строительство фехтовального зала в Соляных. Это принципиально, это сегодня важно. Строительство детских садов, это важно. И те районы, которые сегодня над этим работают, они получат средства. Потому что в этом году, они в этом убедились, Арбузинский район получил 17 миллионов гривен на ремонт и строительство Дома культуры. Желтневый район и другие районы получили достаточно сумм для того, чтобы реализовывать те проекты, которые у них были наработаны. Потому что мы призываем сегодня наших чиновников, глав сельских советов, чтобы они проектировали и работали непосредственно с нами. Коснусь еще немного туризма. Вы вот говорите, кто будет отдыхать? Согласен полностью с вами, что качество услуг требует лучшего. Я прошу прощения, я не говорю, кто будет отдыхать. Требует лучшего. Кто будет отдыхать, мы увидели в этом году. Украинцы, которые раньше ездили в Крым, они теперь стали непростым выбором. Ехать на оккупированную территорию, либо искать альтернативу здесь в Украине. Николаевские, ну, скажем так, курорты, они были заполнены людьми. Но мне личное впечатление, что люди, которые приехали прошлым летом в Николаев, не все из них теперь будут сюда приезжать снова. Правильно. Поэтому сегодня это одна из важных задач обл. администрации, районных администраций, городов в нашей области, чтобы инфраструктура была приведена в порядок. И мы ставим эти задачи перед руководителями. Я вам скажу, что действительно у нас в два раза увеличился поток туристов, но и увеличилось количество жалоб. Я вам больше скажу, что в Николаевской области мы имеем более 100 километров черноморских пляжей. Но, к сожалению, мы не имеем ни одной курортной зоны. Запорожская область имеет 19 курортных зон. Сегодня мы уже разрабатываем курортную зону в Очаковском районе, в Березанском районе. Потому что это достаточно большой проект, который должен пройти экспертизы, утверждения и местными советами. А что дает этот статус? Вы знаете, что дает курортный статус? Ну и первое, привлечение инвестиций. Второе, конечно же, мы сможем уделять гораздо больше внимания средств на развитие туристической курортной зоны регионального значения. Плюс мы сможем получать дополнительные дотации за бюджет государства. И это важно. Второе, у нас уникальные места, где действительно люди могут получать не только отдыхать, веселиться, а и оздоравливаться. Но для этого необходимы ряд вложений. Допустим, для минеральной воды это необходимо фонтаны, бюветы, которые построить. И опять-таки это вложения из бюджета громады, бюджета области. После чего мы привлечем туристов. Это дополнительные местные налоги, государственные налоги. Поэтому достаточно комплексная работа. Привлечены специалисты для того, чтобы разработать и доказать, что мы имеем право на курортные зоны в Николаевской области. Но вот Коблево не имеет такого статуса. Не имеет. У нас нет ни одного. Да, тем не менее, частная инициатива, частные инвестиции идут туда потоком. Я бы не сказал, что потоком. Извините, пожалуйста. Нет никакого потока. Я проводил совещание неоднократно и в Коблево, и в Рыбаковке по поводу развития туризма. Зам мой Оксана Альбиновна Янишевская проводит рабочие встречи. Создан совет по развитию туризма в нашей области. Нет никаких инвестиций, как вы говорите, потоками. Что такое инвестиции в сумме 10 миллионов гривен в туристическую зону Николаевской области? Вадим Альбович, не готов спорить. Рассуждаю как обыватель. Я вижу, что на сегодняшний момент в зоне отдыха Коблева выстроены в прямом смысле слова европейские объекты с газонами, с газонами, с прекрасными номерами, с бассейнами. Но туда нет дорог. Правильно. Пляж, статус пляжа, так это все вопросы к государству и к власти. Статус пляжа подвешен, там суды, пересуды, аренда и так дальше. В этот момент на этом пляже в неограниченном количестве ведется торговля алкогольными напитками абсолютно бесконтрольно. И все обращения предпринимателей, в том числе и к вам как губернатору, ну как складываются впечатления, не находят должной реакции. Так вот же деньги, которые могут быть собраны в законном порядке и вложены в инфраструктуру, в дорогу, в канализацию, в водопровод или нет. И еще раз повторяю, над чем мы и работаем. Вот мы этим и занимаемся для того, чтобы увеличить налоги местные в тех же сельских советах и в тех же районах. Для того, чтобы вкладывать, потому что вы правы. Ранее бы власть сказала, у нас все прекрасно, у нас лучшая туристическая зона, как все классно, приезжайте, загорайте и тому подобное. Нет, я сегодня говорю, что у нас недостаточно инфраструктуры для того, чтобы качественно наши граждане могли отдыхать в туристических зонах. Я сегодня говорю, что у нас нет курортной зоны, я сегодня говорю, что у нас идет скрытие налогов в туристической зоне. И мы над этим работаем. Я вам повторяю, что создаются рабочие группы и уже есть улучшение по сравнению с 2014 годом, с 2012 годом, по сравнению тем более с 2000 годами. И будет улучшаться. Я на своем совещании сказал мэру города, говорю, извините, но неужели у города Очакова не найдется стелы, что это город туристический, исторический Очаков? Вам въехать невозможно в город, чтобы понять, что это вообще за село, район, где мы находимся. Вот, поймите, что ну не я с Николаева должен заниматься вот такими вещами. Наверное, на месте тоже чиновники должны думать об этом. Предприниматели, если они сегодня заинтересованы в развитии, они должны поднимать данные вопросы, а не только думать о сокрытии налогов, а должны идти навстречу. Но они должны контролировать, почему мы затрагиваем опять-таки наши реформы, которые происходят сегодня в стране. Потому что другого варианта не существует. И развитие будет, и улучшится инфраструктура, которая сегодня, вот в таком состоянии, о котором вы сказали и я сказал. Если ничего не делать, если не говорить о тех проблемах, которые существуют, тогда это все останется так, как было год назад, два назад, и так, как это было 10 лет назад. Извините, опять-таки в городе Очакове дороги, инфраструктура находятся в таком катастрофическом состоянии уже не один год и не пять лет. Горводоканал, который требует модернизации, который требует капитальных вложений. Это же не первый год проблема в том же городе Первомайске. Поэтому сегодня, когда мне руководители городского исполкома Первомайского говорят, что мы счастливы, что мы имеем 3 миллиона, и мы уже что-то можем отремонтировать в городоканал, немного передать средств и отремонтировать дороги в самом городе, ну это уже показатель. А ранее я был депутатом городского совета, когда, если вы тоже помните, наверное, когда городской совет принимал решение и брал кредиты достаточно большие на ремонты наших дорог. Сегодня этого нет. Это уже достижение, поверьте. И реформы за полтора года не реализовываются. Пожалуйста, пример, опять-таки, все мы сейчас много говорим о реформах грузинских, хотя я больше хочу говорить о реформах польских. Министерство юстиции Грузии реформировалось в течение пяти лет. В течение пяти лет. И вот теперь в результате выборов сформированы новые советы. Ну как вот, вы же не только руководитель области, вы же еще и политик с достаточно большим стажем и с опытом. Вот как вот ваше видение эти советы смогут реализовывать то, о чем вы говорите? Как вам состав Николаевского городского совета, Николаевского областного совета, например? Конечно, я хотел бы видеть гораздо больше депутатов с проукраинской позицией, с проевропейской позицией. Но маем то, что маем. Но я уверен, что наши реформы и программы областного городского совета будут реализовываться. Потому что, в принципе, все будущие депутаты, они избраны на местах. И они должны думать сегодня не о политике, а больше о хозяйственной деятельности, жизнедеятельности тех населенных пунктов, от которых их избирали. Я неоднократно говорил, что готов работать со всеми политическими силами, группами, которые готовы вместе с нами реализовывать программы и реформы президента Украины. Те, кто не будут идти навстречу, ну, извините, значит, у них своя работа, наверное, там, популизм и не более. Мы в любом случае сформируем большинство, прониколаевское, проевропейское, достаточно сильное, которые будут работать для того, чтобы эти цифры увеличивались. А жизнь наших горожан и жителей области в социальном уровне возрастала. И вот это будет самый главный показатель работы советов и каждого депутата, которые сегодня прошли в местные советы. Как руководитель областной администрации, еще раз повторяю, уверен, что они будут консолидированы и работать на громаду. Мы в этом убедились в 2014 и в 2015 году. Посмотрите, сколько принято решений, очень важных для нашей области. Начиная от бюджета, я вам привел цифры. Заканчивая принятием решения, и мы когда-то с вами об этом говорили, о ЛНР, ДНР и Российской Федерации страной-агрессором. Поймите, главное, чтобы был сигнал, сигнал правильный для нашего общества, для наших депутатов. А мы к этому готовы. И я надеюсь, что готовы и они. Потому что живем в одной области и строим одну страну. Но результат выборов, это еще и сигнал для власти. Для вас, для губернатора на сегодняшний день. Вот, например, низкая явка на выборах. Очень плохо. Вот результат, который показал оппозиционный блок, например, по городу Николаево. Объясню, почему. Это же своего рода оценка работы власти. Объясню, почему. В том числе и областной, или нет. Объясню, почему. Низкая явка, да. Ну, на самом деле, есть разочарованные люди. Тарифы, минимальные заработные платы, пенсии. Но без экономического финансового блока мы не сможем увеличить, улучшить. Потому что два составляющих. Для того, чтобы социальный уровень жизни поднять, необходимо экономику с финансами поднимать. Многие забывают о том, что сегодня война и бюджет вооруженных сил Украины увеличен в 40 раз. День войны на Востоке обходится государству в 100 миллионов гривен. То есть, это около 5 миллионов долларов. И эти средства могли бы направляться на развитие наших регионов. Знаете, вы выше упоминали Грузию. Грузия воюет не по сей день. Ничего не воюет. Секунду. Грузия воюет не по сей день. Я прошу прощения. Я вас тоже прошу прощения. Я только вернулся из Грузии в сентябре месяце. Нет никакой войны. Стабильно развивающееся государство. Причем европейское государство, которое по тем намеченным планам Михаила Саакашвили развивается по сегодняшний день. Независимо от политической ситуации в стране. Потому что в стране создана такая атмосфера. В том числе инвестиционная атмосфера. Что инвестор, даже несмотря на ведущиеся боевые действия, несмотря на то, что часть территории оккупирована, смело приходит и понимает, что условия, которые объявлены, это и есть условия, которые есть. У нас такого нет, к сожалению, вообще. И мы все списываем на войну. И у нас это будет. Так вот, возвращаясь к выборам. То есть негатива очень много. Недоверие к власти по причинам, о которых я назвал. Опять-таки, дороги, инфраструктура. Человек просыпается у нас с большими проблемами в каждой семье. И, соответственно, эти проблемы необходимо решать. Молодежь не пришла на выборы. Пришли пенсионеры. Пришли кому за 50. Соответственно, для себя они понимали, что оппозиционный блок, наверное, что-то решит. И слово «оппозиция» для них было важно. Мне было важно, что есть оппозиция проукраинская, демократическая. Никто не разбирается на самом деле и не читает программ, которые не выполняются, к сожалению, теми же политиками и политическими силами. И поэтому мы получили такой результат. Это не заслуга работы руководителей политических сил. Это, еще раз повторяю, это недоверие к партии «Оппозиционный блок». Это часть разочарованных людей и люди, которые готовы сегодня заявлять о том, что необходимо нам улучшить один, второй, третий, пятый вопрос. Кто бы сегодня ни назвался оппозиционным, получил бы 30-20%. Поэтому важно сегодня сохранить мир, спокойствие. Важно, чтобы наши депутаты на местном уровне действительно объединились для работы, а не выяснений политических отношений, взглядов, которые сегодня необходимо оставить на второй вопрос. И если это произойдет, значит, будет много реализовано в нашей области. Если этого не произойдет, значит, мы будем видеть опять какой-то легкий бардак, опять ремонт строительства по завышенным сметам, ремонт дорог в дождь и тому подобное. Каждый раз, когда я слышу вот эту вот фразу, я задаю себе вопрос. А что же будет делать обновленная полиция? Что же будет делать обновленная прокуратура? Ведь это же непосредственно... Работать. Совершенно верно. Работать. Поверьте, совершенно верно. Будут работать. Вопрос в другом. Готова ли власть действующая принять тот результат, который вот, собственно, уже показан и еще будет показан на выборах предстоящих во втором туре? Что происходило с сервером? Вы как губернатор разобрались? Вот для себя хотя бы нашли вопрос? Вот там же вот это что-то происходит. Я не понимаю вопрос, а что с сервером? Какой вопрос был вообще проблемным? Ну, насколько я помню, 5 дней считали, потому что данные, которые заводились на сервер, каким-то образом там искажались и не совпадали с протоколами, с мокрыми печатками, которые в городе Николаеве. На самом деле, выборы проходили очень демократично, явных нарушений не происходило. Незначительные были нарушения, которые не имели системного положения. Это факт. Потому что те обращения, которые приходили на ТВК, в правоохранительные органы, там где-то осуществлялся подвоз, хотя он не запрещен отдельными кандидатами, там где-то была нарушена процедура выдачи бюллетеней, но опять-таки эти факты не имели системы. И это очень важно. И это отметили все наблюдатели, общественные организации. Вот это важно. Важно то, что все ТВК, ДВК были открыты вовремя, работали, на них допускали прессу, представителей общественных организаций, наблюдателей. Вот это самое главное. Вы выборы прошли честно, демократично, никаких фальсификаций не было в Николаевской области. Вот если говорить о 2010 и 2012 году, то тогда все было сложно. И мы это помним, потому что я был участником. Так я вам и говорю, когда говорят, что нет изменений в стране и нет изменений в области, я говорю, есть. И их достаточно. Поэтому, я не знаю, о чем вы говорите, там завис сервер или еще что-нибудь, ничего не зависало. Комиссии работали, единственное, что может быть с опозданием, единственное, что может быть какой-то там глава или секретарь задерживал выдачу протокола. Ну, по каким причинам их может быть много? От того, что поступать могли сигналы из штаба политического, да, там, немного там еще подождите. Да, заканчивая тем, что действительно допустили какие-то ошибки незначительные. Я вам скажу, что областная ТВК тоже вынесла свое решение через 7 дней. Все в рамках закона. Законы не были нарушены. Что касается второго тура, я надеюсь, что пройдет тоже достаточно честно, достаточно организованно, без фальсификации и нарушений. Мы, с моей стороны, буквально завтра будем проводить совещание с службой безопасности Украины, с национальной полицией, представителями национальной полиции Украины в Николаевской области по поводу дня выборов, по поводу организации проведения выборов. Для нас это очень важно, потому что на нас действительно смотрит весь мир и, соответственно, европейское сообщество. И это важно, чтобы выборы проходили в законных рамках, потому что мы проходили 2006 год, 2004-2005 год, когда это было системно и когда этим занималась власть. Сегодня этого нет. И не будет. То есть вы выступаете гарантом в данном случае? Я об этом заявлял публично. Вадим Иванович Мериков. Независимо от политической силы, независимо от кандидата, если будут фальсификации, мы вместе с правоохранителями будем реагировать очень жестко. Вадим Иванович Мериков, голова Миколаевской областной державной администрации, был с нашим гостом и ответил на наши питания. Користуюсь тем, что называется нагодой, запрошу вас в наши эфиры и на майбутнє. Спасибо. Всего наикращего. Успехи вам. До вас. Субтитры создавал DimaTorzok